Почему-то у людей такое недоверие было к власти и такое недоверие к олимпийским стройкам, что вот они категорически отказывались в это верить. Но я подумал, что ну как, я их собирал в автобусе, я заходил и говорил, вы сами видите, разве можно в таких условиях жить, это же небезопасно. Ну кто-то говорил, да, но большинство говорили, молча тогда сидели, понимали, что идет стихия, и эта стихия, мало их там затопить и уничтожить их жилье, но они молча сидели. Но я подумал, что через 5 дней можно собрать всех в 38-й школе, которая совхоз Россия, и там на территории была школа, тоже такая старенькая, и я когда зашел туда, то обратил внимание, двухэтажная, но лестничная клетка, она была до такой степени аварийная, что поднявшись туда, там авторозал был небольшой, набилось там много людей, потому что мы пригласили практически всю улицу Голубую, всю улицу Старообрядческую, Нижнюю Меретинскую улицу, и мы там им рассказывали, что вот смотрите, правительство российское, и это была сущая правда, то есть все, что я говорил, это было действительно поддержано правительством, поддержано руководителем проекта, Дмитрием Николаевичем Казаком, и по большому счету Дмитрий Николаевич, он всегда был человеком слова. Если он сказал, то это должно быть сделано, и чаще всего он карвал за то, что людей там обманули, и я им говорил, смотрите, предусмотрены достаточно хорошие выплаты, они на самом деле были самые лучшие, что таких цен никогда не было. Наша страна, честно говоря, отнеслась тогда к людям очень ответственно, и когда я их начал убеждать и говорить, посмотрите, какие цены выкуп, а там действительно были шикарные цены, потом они, получив кто-то, почему-то не все, но сарвера, правда, все как бы переселились, а другие могли там получить денег, компенсацию, и не нашими услугами не пользуются. Они выезжали, просадали за свой дом два, квартиры покупали, то есть у них достаточно. Но тогда они, может быть, не верили, и я их убеждал, убеждал, и, может быть, где-то рисковато сказал, может, еще что-то сказал, в каких условиях вы живете, я с вами видел, когда мы вас спасали от стихии, вот, и жалеть не о чем. И здесь как встали они, как начали, послушайте, это земля наших предков, почему вы лезете, вы что хотите делаете, где хотите, но нас не трожьте, и вообще, что вы себе позволяете на меня, вы что здесь, самый умный, без году недели, как начали, мы вас избрали, кто вас избрали? А мы вас не избирали, здесь наше кладбище в Олимпийском, надо отдать должное, что, опять же, правительство страны шло на все их уступки, и, как вы знаете, и кладбище там оставили, притом, в центре Олимпийского парка, вот. Ну и убеждаю, убеждал, ну и скажу вам честно, я ушел с позором оттуда. Но я потом пошел по другому пути, я понял только одно, что придется больше не собирать людей для убеждения, вот, именно с эмиритинской низменностью, а их надо приглашать в Сербию. Продолжение следует...